Наталья Вайксельбаумер. Жизнь с нарциссом. 8.0 в мою пользу. Пособие по счастливой жизни. Часть первая. Я больше не могу так. А знаете, за мной в школе столько парней красивых ухаживало. Кто бы из них посмотрел сейчас, во что я превратилась, живя с этим эгоистом, не поверил бы. Если я попрошу описать вашего мужа двумя-тремя словами, что это будут за слова? Самодовольный эгоистичный деспот. Я услышала вас. Хорошо, давайте все по порядку. 1.0. Короля делает свита. Возможно, я разочарую вас в самом начале, но тиранов не существует, равно как не существует вечно милых добряков. И перед тем, как воспринимать информацию и учиться стратегии, как выиграть в безвыигрышной ситуации, хорошо запомните и осознайте вот эту фразу «Короля делает свита». Именно свита. Запомните это. И помните всегда, когда попадаете в сложные ситуации. У каждого человека в палитре его личностных характеристик гораздо больше качеств, чем одно, в данном случае под названием тиран. Любой тиран может быть жертвой ситуации и обстоятельств другого человека. Он также может быть спасателем, преследователем, героем, неудачником, трусом, душой компании, влюбленным Ромео, бесчувственной скотиной или страстным и нежным любовником. Согласитесь, вы же не начали ваше знакомство с пощечиной фразой «Ах, какой мужчина, как оригинален, беру». Ну нет же. Это говорит о том, что ваш партнер не был все время тираном, а значит, утверждение «я живу с деспотом» не совсем корректно. Вернемся к нашей свите. Ведь вы уже знаете, что именно свита делает короля. Вы и есть эта свита. Это напрямую означает, что король будет выстраивать свое поведение только в соответствии с тем, что входит в мозаику отношений. Пазлы должны совпадать в картине, иначе король теряет свой комфорт. Поясняю. Муж впервые поднял руку на жену. По пьянке, из-за ругания или по собственной дурости, неважно. Произошло то, чего еще не было. А теперь главное. Это случилось. И обидчик бессознательно ждет вашей реакции. Он пока еще не готов дать оценку ситуации и разобраться, как себя вести дальше. Причем его внешнее поведение не имеет никакого значения. Он может быть молчалив или агрессивен, где агрессия может выступать как подсознательная защита в случае возможного нападения. Он ждет реакции и получает, предположим, страх жены. Она начинает его бояться, вжимать голову в плечи и, чтобы не было еще хуже, пытается быть кроткой и делает все возможное, чтобы угодить королю. Она, сама того не понимая, принимает роль жертвы. И что самое отвратительное, своим примером и словами начинает приучать к этой роли детей. «Сынок, ты не высовывайся, пока папка пьяный. Доченька, сделай вид, что не слышишь. Он пошунит и уснет. Не лезь, а то опять ругаться начнет». Есть женщины, которые к роли жертвы приучают своих друзей. «Лен, ты к нам не заходи, давай в парке лучше встретимся». «Нет, сегодня уже не смогу. Давай перенесем на завтра». Или даже родителей. «Мам, ты с ним лучше не связывайся, а то выскажешь ему что-то. Уйдешь, а он мне потом дома такое устроит, за то, что я тебе нажаловалась». «Знакомо? Вот. Именно этот процесс называется «короля делает свита». Улавливаете суть первоначальной ошибки в вашей реакции на недостойное поведение вашего партнера. А сначала был вроде нормальный парень и вежливый такой цветы дарил». Описанная выше реакция женщины – типичная реакция жертвы. Если вам это знакомо на личном опыте, поясняю, почему вы отреагировали именно так. Вариантов несколько. Вариант первый. Такая модель поведения вам знакома. Ваши родители жили именно по такой схеме. Отец поколачивал мать, а та старалась лишний раз не нарываться, когда он не в духе. Дедушка с бабушкой, соседка с дядей Игорем. Да все так живут. Всякое бывает. Не хватает только самой сумасшедшей фразы. «Бьет, значит, любит». А раз такая ситуация знакома, вы будете бессознательно искать людей, с которыми можно выстроить именно такие отношения. Или будете искусственно создавать ситуации, которые знакомы вашему подсознанию. Это не бред. Просто все, что нам знакомо, считывается подсознанием как безопасно. Мы знаем, что надо делать в таких случаях. Мы в них уже были. Нам это знакомо. Вы знаете, как себя вести в такой ситуации. Где прогнуться, как увернуться, где промолчать, а где напасть. Вы все это уже знаете. А если вам это знакомо, вам не страшно. Ваше подсознание не боится вступать в войну. Оно все детство провело на боевых учениях. Для него комфортнее знакомое поле боя, чем неизвестный парк безмятежности и идиллии. Принцип понятен? Едем дальше. Вариант второй. Какой-никакой, а мужик в доме. Вот именно, что никакой. Но ваша бессознательная программа, заложенная когда-то тетей Лидой, работает. Однажды вы услышали, что проходить всю жизнь в девках – это стыдно. И вот теперь у людей и хуже бывает. Ну, один раз замахнулся, так он же извинился. Но не в девках же всю жизнь ходить. Где их принцев-то найдешь? И вы прощаете, подстраиваетесь под ситуацию и приучаете себя жить и с таким мужиком. А подруга орет в уши. Дура, подавай на развод. Один раз ударил, дальше будет только хуже. Но нет. Подруга явно завидует, думаете вы. Сама без мужика? Вот и мне не желает. Бывает и такое. Идем дальше. Вариант третий. Вам так удобно. Не верите? Сейчас я вам буду раскрывать глаза на не очень приятные, но правдивые вещи. Посмотрите честно на ваши отношения. Ах, тебе фигура моя не нравится. Ты на себя-то смотрел? Да кому ты нужен? Через день пьяный, кто тебя терпеть такого будет? Где ты еще такую дуру найдешь? Да нигде. Этот монолог отнюдь не горькая, правда, матка, а очень удобная позиция. Не следить за своим телом, не развиваться, не работать над собой, позволять себе грешок или ошибку, потому что а сам-то. Такая позиция – очень тонкий лед. Вы не только склонны таким образом поддерживать деспотичные наклонности партнера. Но будете провоцировать новые конфликты, где можно ткнуть мордой в грязь, чтобы, во-первых, отомстить за прошлое, а во-вторых, это действительно удобно. Понимая природу ваших деспотичных отношений с супругом, вы можете либо менять эти отношения, изменяя себя и свое отношение к этому, либо выходить из такого союза. Мы подробно рассмотрим оба варианта, но для начала вы должны точно понять, почему вы пригласили в свою жизнь именно такого человека. Да-да, это именно так. Он не зашел по ошибке, потому что перепутал Людкину дверь с вашей. Этот человек с наклонностью подавлять вас физически или морально – именно ваш гость. Продолжаю работать над аудиокнигой. Мой самолет в Челябинск-Москва набрал высоту. Соседи у окна, молодая пара с двухгодовалым голубоглазым ангелом, пытаются определиться, кто поведет Настеньку в туалет. Саш, ну куда ты собрался? Я свожу ее. Марин, я ближе к выходу, мне проще. Да не страшно, что я, не пролезу, что ли? Марин, да схожу я. Да ладно, я все равно уже встала. Ну, как хочешь. Протискиваясь через Сашины и мои коленки, Марина выкарабкалась в коридор, поправила растрепавшиеся волосы и, уставшая от этих неудобств, выдохнула в воздух куда-то в пол самолета. Я отвлеклась от написания книги из-за невольно пришедшего в мою голову вопроса «Зачем? Зачем тебе, Марина, все это было сейчас надо? Ты сама постепенно приучаешь мужа к бездействию в воспитании вашего ребенка. Еще пара таких случаев, и он не будет предлагать помощь. Мужчины не любят, когда их поступки остаются обесцененными и задвинутыми под плинтус. А это прямой отказ от предложенной помощи. Ты приучаешь Настеньку обращаться с вопросами и просьбами исключительно к тебе, а главное, ты выматываешься с таким стилем жизни. Он неэффективен, с какой стороны ни посмотри. А сейчас я объясню тебе, Марина, зачем ты это делаешь? Я имею в виду, надеваешь на себя сразу два костюма. Костюмчик удобной женщины и костюмчик жертвы. Все женщины в отношениях с мужчинами делятся только на две категории. Третьего не дано. Любимая женщина и женщина удобная. Причем из качества любимая в качество удобные переходят исключительно по своей инициативе. Ошибочно полагая, что удобных женщин не бросают. С ними же так удобно. Ломка иллюзии бросают именно удобных. Обесценивают, находят любовниц или уходят из семьи. И стараются быть хорошими мужьями именно для любимых. Иногда капризных, довольных собой, требующих. С такими недолюбовниц, любимая женщина, держит своего мужчину в тонусе. Все еще не верите, что костюмчик жертвы это удобно? Наблюдайте за Мариной. Я сама лучше справлюсь с этим туалетом. Бессознательное чувство собственной значимости, хорошести. Другими словами, я лучше, ты хуже. Дальше. Смотри, какая у тебя жена. Все сама, все сама. Где ты такую еще найдешь? Не бросит такую точно. А если Марина сделает через полчаса что-то, что не понравится Саше, то реакция будет мгновенной. Саша, пока ты торчал в своем телефоне, я с ребенком. То покормить, то в туалет, то поиграть. И так устала. А ты еще на меня орешь? Это отличная возможность почувствовать себя правой. Если бы все это услышала Марина, она непременно бы сказала, что за бред. Да что вы понимаете в чужой семье? Пока я не начала семейную терапию, я ничего не понимаю в чужой семье. Вы правы. Но я понимаю в бессознательных программах, которые управляют вами. И уже сейчас скажу, куда ваши бессознательные программы приведут вас, если вы не остановитесь. Если вы не будете контролировать их, они будут контролировать вас, причем всю оставшуюся жизнь. Это отличный сюжет в ходе написания книги. А заодно можно и поговорить более подробно о природе отношений под номером три. Вам выгодно жить с тираном. Тираном, нарциссом, эгоистом. Вы можете обозначать это как угодно. Человеком, подавляющим ваши интересы. И в большинстве случаев доминирующим в ваших отношениях. Вы сами выбирали себе именно такого человека. И не просто выбирали. А со временем дошлифовывали его до огранки. Под названием тиран, нарцисс, эгоист. Зачем вам это надо? Вы что, сумасшедшая? Нет, вы просто девочка в свое время, недохваленная родителями, недооцененная учителями, недополучившая восхищение. Ах, какая хорошая девочка растет. А вам это жизненно необходимо. Каждый ребенок в этом нуждается. Чтобы чувствовать свою принадлежность к этому миру, свою полезность. Любовь родной матери, наконец. Ведь если ты слабый, никчемный и никому не нужный, тебе нет смысла быть в этом мире. Нет даже причины зацепиться за то, зачем жить. А это означает гибель. Другими словами, для вашего детского подсознания это смерть. Вы росли в среде, где были, ну как сказать, ни туда, ни сюда. Вроде не уродливо, но никто не восхищался. Вроде не глупа, но никто не хвалил. Вроде что-то пыталась делать, но никто не замечал. То есть самоценность по десятибальной шкале, дай бог, на троечку. А жить-то как с такой самооценкой? В подсознании с такой цифрой в оценочной шкале вы погибаете. Вот вы и поднимаете сами того, не осознавая свою самоценность до пятерочки. Или даже шестерочки. Отталкиваясь от сравнения с плохим парнем. А поднять самооценку на своем убогом фоне, так и до королевы недалеко. А иногда столько всего на свои хрупкие плечи взвалите и тащите, что и шкалы не хватает, какая вы ценная. Десятка курит в сторонке на фоне всех ваших потуг. Быть классный, понимаете? А теперь честно, не оглядываясь по сторонам, не посыпая голову пеплом и не вспоминая, как бы они все без вас справились, поставьте себе честную цифру от одного до десяти. До тех пор, пока у вас не будет силы духа честно оценить себя, вы не сдвинетесь с мертвой точки. Вы обязаны дойти до этого честного дна правды, чтобы было от чего оттолкнуться, чтобы начать строить новую жизнь. Под обозначением тиран подразумеваем человека, деспотично настроенного, желающего контролировать всех и вся, часто оказывающего давление на собеседника, может вести себя истерично, не всегда адекватно ситуации, с ярко выраженным желанием манипулировать. Характер может иметь как сильный, волевой, так и слабый, капризный, не всегда прибегает к физической расправе, нередко это давление носит сугубо эмоциональный характер. Также может вести себя капризный взрослый ребенок, эгоист или нарцисс. Однажды ко мне на прием пришла девушка с завидной для всех ее подруг судьбой. Она встретила своего будущего мужа в недорогом ночном клубе, работая танцовщицей. Условия работы в клубе не позволяли оказывать гостям интимные услуги. Гости знали эти правила, но иногда предлагали встречи за вознаграждение на стороне. Кто-то соглашался, кто-то нет. Регина нуждалась в деньгах, поэтому приняла предложение мужчины встретиться за солидное вознаграждение. К тому же мужчина был молод и приятен внешне. Девушке показалось, что нет никакого повода отказываться от такого предложения. Уговаривать Регину не пришлось. За 20 минут приватного танца вопрос был решен положительно для клиента. После встречи пара договорилась о следующей встрече. Так Регина стала постоянной спутницей ночной жизни во время командировок Романа в этот город. Между ними возникли увлеченность и даже, возможно, некоторая страсть. Они скучали друг по другу, и отношения становились все более интенсивными. Роман принял решение простить своей будущей избраннице прошлую распутную жизнь и сделал ей предложение жить вместе. На что Регина с радостью согласилась, даже не раздумывая. А еще через шесть месяцев они расписались. Чем не хэппи-энд из фильма «Красотка»? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова